Проблемы и достижения в экологической отрасли полуострова набирают все больше резонанс, все больше людей интересуются этой темой. И сейчас мы поговорим об этом более подробно с нашим гостем. В гостях у нас Ольга Челпанова, заведующая отделом информационно-аналитической деятельности и экологического просвещения Минприроды Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И можно сразу начать с вопроса, где легче всего дышится в Крыму, в каком городе? Ну, у нас проводится опрос ежегодно в Министерстве экологии и природных ресурсов. Участвуют граждане, которые зарегистрировались в любой из популярных социальных сетей. Вот уже который год подряд, по-моему, четвертый, у нас выигрывает город Евпатория. Самый чистый город, люди за него голосуют. На втором месте у нас город Судак, на третьем месте город Алушта. Ну, смотри, несмотря на то, что курортные города, тем не менее, самые чистые. Вы знаете Чистомена из Евпатории? Я слышала о нем, да. Недавно он в нашем эфире открыл лицо и, да, молодой человек, который призывает всех убирать за собой и не только за собой. Это была своего рода сенсация, потому что он же долго скрывал свой истинный лик. Ну, это прекрасное начинание. Я считаю, побольше бы у нас было таких граждан сознательных, которые заботятся об экологическом состоянии нашей республики. Было бы намного все у нас лучше. Ну, и в принципе, и так у нас состояние неплохое. Расскажите, как вы заботитесь об экологическом состоянии нашего полуострова? Ну, в первую очередь у нас проводятся контрольно-отзорные мероприятия за соблюдением законодательства, природоохранного законодательства. Могу рассказать о наиболее, скажем так, часто встречаемых нарушениях. Основное, это, конечно, в сфере обращения с отходами производства и употребления. Это самые часто встречаемые нарушения у нас в республике. В сфере недропользования также, в сфере обращения с водными объектами. В сфере обращения с отходами производства и употребления самое основное – это несанкционированное размещение отходов. Да, это действительно очень большая проблема. Как с ней бороться? Может быть, куда-то направить жителей? Может быть, кто-то не знает, как все это организовать правильно? Ну, как не знают? Конечно, знают. У нас есть закон об отходах производства и потребления, 89 ФЗ, где прописано, что отходы могут накапливаться, скажем так, не более чем 11 месяцев. Естественно, все должны заключать договор на передачу отходов соответствующей организации, которая имеет лицензию. Ну, это более, наверное, касается предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые образуют отходы. Что касается граждан, ну, конечно, не выбрасывайте просто, не выбрасывайте мусор, не выбрасывайте бумажки, там, стаканчики и так далее. Ну, это так уже обывательски говоря. Я предлагаю поговорить о том, как продвигается реализация нацпроектов и вообще, что это, в принципе, за проекты? Нацпроекты. Ну, это в соответствии с майскими указами президента. Есть национальный проект «Экология». У нас в Республике Крым в рамках этого национального проекта «Экология» реализуются пять региональных проектов. Конкретно Министерство экологии Республики Крым занимается двумя проектами. Это «Чистая страна» и «Сохранение лесов». «Чистая страна», могу рассказать, в рамках реализации данного проекта предполагается рекультивация двух отработанных полигонов в границах населенных, границах городов, даже не населенных пунктов, город Судак и город Белогорск. Общая площадь там около семи гектар рекультивируемых земель. Планируется окончание в 2024 году. То есть уже начата реализация. В 2019 году были проекты, разработанные соответствующими муниципальными образованиями администрации города Белогорска, администрации города Судака. Сейчас данные проекты находятся на стадии прохождения государственной экологической экспертизы. Далее они должны будут пройти государственную главгосэкспертизу, ну и в работу. Ну смотрите, полуостров большой, и как же вам удается содержать его в такой полной чистоте, не побоюсь этого слова, то что он привлекает все-таки туристов. И как вы работаете на всем полуострове? Ну, как мы работаем? Рычаги, может быть, влияния на полуостров? Рычаги влияния — это контрольно-надзорная деятельность, конечно. Это самое главное, что осуществляет Министерство экологии. А вот здесь, мне кажется, очень важно проводить и просветительскую деятельность. Ольга Николаевна, ведется такая деятельность? Конечно, ведется просветительская деятельность. У нас есть план реализации мероприятий совместный с Министерством образования и науки Республики Крым. Осуществляются различные экологические акции, где привлекаются молодежь, привлекаются школьники, детские сады, даже дошкольное образование. Вот в данный момент у нас проходит акция «Живи в стиле эко». У нас дети из детских садов делают поделки, скажем так, из вторичного мусора. Ну, это, грубо говоря. Сейчас данные поделки у нас в Министерстве экологии выставлены. Мы будем проводить конкурс на лучшую поделку. Очень, кстати, дети так разнообразно подходят к этому. И пользы ведь много, ведь помимо творческого занятия, это ведь и образование, воспитание, что мусор можно и вот таким образом в частности использовать. Да, в частности так же, да. А вы слышали о фестивале «Алушта Грин», который проходил не так давно? Да. И хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, такие фестивали действительно работают? Ну, конечно. В любом случае необходимо привлекать граждан, скажем так, их внимание к бережному отношению к нашей природе. Потому что это всё равно идёт от сознания человека. Будет человек идти по улице и выбросит какой-то мусор, который у него образовался, или он положит его в сумку, даже если он не увидит какой-то урны рядом стоящие или в карман, и выкинет это дома. В любом случае, экологическое сознание должно быть обязательно, и нужно привлекать. Расскажите, как прогрессирует Крым или, может быть, прослеживается какая-то регрессия в экологическом, наверное, обстановке? Ну, регрессии, скажем, я не могу сказать. Стараемся сохранять нашу природу. С волонтёрами взаимодействуете? Расскажите об этом. На каких-то акциях, да, так не могу сказать, чтобы конкретного какого-то примера не приведу. Но на акциях, на различных, вот тут же Грин Крым, да. Кстати, Ольга Николаевна, буквально вчера поступила новость, и различалась по всему интернету, многие её люди сейчас обсуждают. Новость касается того, что в Ялте в связи с мусором, с обилием мусора на городских улицах, даже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Слышала, да, о такой новости. Но у нас сбором, скажем так, есть распределение полномочий среди органов исполнительной власти в республике. Что касается сбора отходов, отходов производства и употребления, в том числе и твердых коммунальных отходов, этим занимается у нас Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, участвуют, конечно, в этом муниципальное образование, это 131-й закон, федеральный закон. Должна быть нормальная организация всего этого процесса. На территории республики выбрано два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вот конкретно в Алуште, в Ялте, в южном регионе, это Альфатор, Крым. Заключаются договоры на вывоз отходов и, соответственно, распределяется вся эта система. Не могу прокомментировать, скажем так, могу рассказать вам о том, какие разрешительные документы необходимы, в принципе, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые образуют отходы, ведут деятельность по обращению с отходами. Это очень актуально, давайте послушаем. Да, достаточно актуально, тем более это будет полезно гражданам услышать. В настоящее время что необходимо? У нас, во-первых, распределяется, согласно 7-му федеральному закону об охране окружающей среды, каждое предприятие, каждый индивидуальный предприниматель должен определить, какой категории опасности, скажем так, он относится к соответственной экологии. От первой до четвертой категории необходимо встать на учет. Вот предприятиям, которые являются наиболее опасными, первая категория, им необходимо разработать и утвердить проект норматив образования отходов и лимит на их размещение, утверждает Министерство экологии и природных ресурсов. Мы утверждаем предприятиям, относящимся ко второй категории, необходимо сдать декларацию охраны окружающей среды. Предприятиям третьей категории необходимо сдать соответствующую отчетность, которая сдается ежегодно. Предприятия четвертой категории освобождены от какой-либо такой отчетности, что касается отходов, но всем необходимо сдавать сведения в региональный кадастр отходов производства и употребления, который ведется также Министерством экологии. Сведения подаются до 20 апреля ежегодно. Ольга Николаевна, спасибо вам огромное за то, что это утро встречаете в нашей компании, и за то, что вот такую информацию доносите до наших телезрителей. Кстати, телезрителям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Ольга Челпанова, заведующая отделом информационно-аналитической деятельности и экологического просвещения Минприроды Крыма.